всем привет ребят вы на канале evil empire а мы находимся на сочи автодром и здесь проходит rds запад и юг объединенный этап и это можно сказать закрытие сезона 2020 на которое я решил попасть в качестве пилота что меня ждет посмотрим дальше но пока я могу сказать что здесь много мясников и классная атмосфера приятного просмотра а я погнал тренироваться пилота Это называется первый блинком На первой же попытке во второй тренировочный день у меня отвалился привод, наружная часть Это все произошло после того, как мы сделали правильный развал У нас сейчас два варианта действий Либо мы понимаем, что у нас реально проблема с приводами из-за мощности Либо это просто был дефектный привод, который уже просто по жизни подошел к финалу И он решил уйти красиво Пока наблюдаем, как народ катается Мы наблюдаем, как народ разворачивается Мы всех их Главное привода, чтобы не ломались Вы это кто? Кто? Да, местные ребята вообще не понимаю, о чем они ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мне кажется, это температура Но что это? Сейчас Семен... Слава богу, у нас здесь оказался Семен Я вообще не знаю, нам дико повезло И, короче, Семен сейчас попробует подключиться своим компом И понять, что у нас там по водам У нас есть треугольник Елочка Не цепляется Да, Русик, слушай Эта лекция сейчас по резине Не цепляется Вот Но и не тратится На четыре заезда Есть какая-то херня Которую я не знаю С ней вообще непонятно, что какая ситуация Честно говоря Вот Есть колеса на выезд Из парка красивых Вот это вот Типа как в режиме Режим королевы Англии И есть боевые колеса Боевые, Вася На которых я сегодня ни разу не ездил И есть нюанс Они цепляют, все хорошо Появляется темп Но я, соответственно, не тренировал Завтра тренировок не будет Следовательно, надо будет надевать вот эту фигню И ехать в парные заезды Что делать, не знаю Короче Надо подумать по этому поводу Посоветоваться Я думаю, что мы Наденем вот эту И накачаем ее хорошенько И будем ехать за счет того Что у нее жесткий борт Вот А остальное время Мылить Как-то так В остальном Вот эти вот Истории с резиной Они, конечно, не нужны Нужна стабильная тематика Тренировка на конкретном колесе Ну, тут, кстати, многие в такой же истории Потому что На этот этап заявилось много РДСников Джипишников, я имею в виду И у них у всех 265-е колесо на сезон Здесь допускается 235-18 максимум И 245-17 На которых я езжу Там, по России Таких колес осталось Ну, совсем немного Следовательно Все, кто сегодня катал Огромное количество людей Катали на 265 Завтра Они так же Наденут 235 И будут мылить Так что Ситуация сложная Но решаемая Вот Надо вкатываться Конечно, опыт Вообще просто Я вот Пытаюсь этот опыт Короче В общем Впитывать Насколько могу Но, к сожалению Мы Здесь 50 ребят Которые так же Пытаются делать Но, в целом Движуха офигенная Движуха офигенная Ребята Первый день Квалификация Откатали Честно говоря Думал, что Лучше получится Но Но нормально Вроде бы Я ее прошел На тонкого Но прошел Дальше Парные заезды Честно говоря Решение Не кататься на триангле Не докатывать Плаву на триангле Было, наверное Ошибочно Потому что За одну попытку Или там Две Такие Короче За утреннюю тренировку Я не успел Вкатиться И понять На каком довлеке ехать Вот Так что Эксперименты Вот эти вот Прям квалификации Они до добра Не довольны Если приехал На соревнования Значит должен уметь Ехать на любой резине На любой тачке И не учиться Ездить прямо На царевах Так что В принципе Все абсолютно логично Вот План минимум Выполнили для себя Дальше Посмотрим Как там Будет В любом случае Хуже того Что есть Уже не будет Самый черный А значит Самый красивый Участник Из города Санкт-Петербурга Ишхана Витясян Ну сними маску Пускай тебя все узнают Покажись Вот он Давайте Давайте Кто тут за Ишхана Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше я попал в принципе на довольно сильного Соперника на Вовку который из national новородного Санкт-Петербурга Если все было хорошо Сейчас osobнил DimaTorzok Постараемся завтра ехать без таких ошибок, потому что в целом на тонких набровях прогнали к валу, но вот парный заезд, блин, жалко не вывезли из-за педали. В целом не унываю, потому что атмосфера прям огонь, вот, то, как мы выглядим, в каком мы стиле сюда ворвались, вообще очень круто, вот, план минимум выполнен, огонь, просто октябрь месяц, все футболка в шортах. Ребята, это просто чистый кайф. Так что, ребята, увидимся завтра, я пошел готовиться. Второй день, приехал на трек, ребята уже разогреваются, могу сказать, что сегодня вместо 49 уже 44 участника, вот, но тем не менее, то есть, к ворум даже больше, чем надо, соответственно, будут те, кто вылетели. Вот, по ощущениям чуть получше выспался, посмотрим, что дальше будет, потещу другой давляк, мне кажется, я слишком, слишком много держака у меня. Из-за этого были кое-какие нюансы, то есть, я когда отпускал газ, у меня выпрямляло тачку, сейчас мы поднакачаемся, чтобы достигнуть такого момента, чтобы я отпускал газ, и меня чуть-чуть протаскивало. И если получится попасть в давляк в этот, то я думаю, что нормально, пройдем. Вот, хотя напоминаю, что 44 участника, все как бы на зубах конкретно, огрызаются, едут как бы на уверенном. Так, есть ребята, у кого-нибудь, конечно, нервишки шалят даже на квалификации, вот, но я вроде с этим справляюсь пока. Стараюсь не придавать это большому значению, и морально уже смирился с любым, как бы, результатом, с проигрышем, с выигрышем. Самое главное, что мы здесь, и здесь плюс 25, офигенная погода. Кстати, могу сказать спасибо Андрюха из Шонкса, он мне посоветовал, короче, белье, в котором реально я стою, как бы, в такую жару, и мне не сильно жарко. В тачке жарко, но вот так вот я могу ходить. Вот, братан, спасибо, я бы спалился на том, на чем я собирался ехать. А, в общем, что могу сказать, сейчас, короче, едем к Валу, надеюсь, что я ее пройду гораздо лучше, чем вчера, потому что, по ощущениям, я вчера, ну, как бы, ехал вроде нормально, но проехал в 29-м. Чуть-чуть больше башевик допустил, не прошел бы Квалу. Вот, сегодня надо ехать на более уверенном и не сейвиться. Так что, как бы, будем чуть поагрессивнее. Ребят, в общем, Квала, опа, опа, видели, как я? Технично. Короче, Квала окончена на сегодняшний второй день, и я вроде чуть более уверенно прошел 83 балла. Первая попытка, 85 балла, вторая попытка. А это значит, что я не самый лох, но это не точно, потому что результаты мы еще не знаем. Но, в целом, я видел по чату, что там есть ребята, у кого ситуация и похуже. В общем, я думаю, что мы где-нибудь ближе к серединке с конца. Так что, будем ждать парных заездов. Вот, сейчас главное не перегореть, нормально настроиться. И на холодном, но с агрессией проехаться. План минимум для себя выполнен, ну а план максимум посмотрим. Уууу, класс! Брать комментарии у них напрямую, поэтому решения нет, а следующая пара уже вырывается в раунд ТОП 32, Ишхана Витясян, и... И Алексей Хорошавин из города Сочи, Санкт-Петербург, против города Сочи, и невероятное расстояние отделяет два автомобиля друг от друга, Ишхана Витясян в роли лидера, уже оставил позади пять, Зонта Чинкоу. А тем временем Алексей Хорошавин почему-то, почему-то отстает, не может справиться он с управлением своего Toyota Mark II, никак не должно смущать это лидера этого проезда Ишхана Витясяна, который в свою очередь уже в девятой зоне ТОЧИНКОУ завершает свой проезд в качестве лидера. Судьи тоже готовы увидеть вторую часть этой битвы, и трогаются с места два автомобиля. Алексей Хорошавин в роли лидера начинает, точнее продолжает эту дуэль, и уже не сам Лорель во второй зоне ТОЧИНКОУ. Ишхана Витясян подбирается все ближе и ближе, синхронная перекладка, третью зону ТОЧИНКОУ проходят автомобили, проблемы с темпом у Алексея Хорошавина. И синхронная перекладка чуть вываливается на более широкую траекторию Ишхана Витясян, но тем не менее продолжает преследовать Лорель под номером девяносто четыре, чуть притормаживает автомобиль лидера. Немного смущает это Ишхана Витясяна, но чуть по небольшому расстоянию он все-таки оставляет лидера этого проезда, дабы не допустить столкновения, потому что явно не совсем предсказуемо действовал лидер, и поэтому Ишхану Витясяну ничего не оставалось, как держать его на некотором безопасном расстоянии. Ну что, друзья, топ-16? Первый раз в жизни, братан, в топ-16 я попал. А, не-не, не первый, не первый, было. Было и топ-4 даже, прикинь. В общем, что могу сказать, друзья, первый хит так называемый я проехал, вот. Там парняга, который вообще не тренировался нигде, он тут местный, катается, видимо, в стрите, вот. Чуть-чуть медленный, но в целом говорили, что очень уверенно едет. Правда, он почему-то на... Ну, когда ехал вторым за мной, почему-то развернулся. Ну, в общем, я не стал прям ехать супер далеко от него, и как-то слишком быстро подъехал к нему, и, честно говоря, весь заезд боролся с тем, что сам натворил. Вот, и плюс есть нюансы. Загорелся чек, и у меня по температуре тачка выросла. Жара вообще лютая. Вот, тачка горит, я надеюсь, что чек горит из-за температуры, потому что если... Она глохла уже в моменте. В первом заезде в конце глохла. Вот, я уже на газу боп-боп-боп, я думаю, доедет, только доедет. И этот, и, соответственно, на втором заезде она пару раз так затыкалась, мне пришлось ее выводить из клачами. Но, в целом, тачка нормально справилась. Сейчас дальше, как бы, у меня по сетке, по моей стороне, одни мясники, там Дэн Мигаль, Григорьев, этот, вот, Аким Онегов. Там все просто, они фигачат на 90 баллов плюс к валу обычно. Вот, и за ними придется сдуваться. Если будут сдуваться, соответственно, будет больше температуры на моторе. Я не знаю, как мы сейчас проедем, надеюсь, чуть попозже солнце уйдет, пока до топ-8, ой, топ-16. Вот, но в целом огонь! А мы смотрим дуэль Шхана Витисяна в роли лидера. И Аким Онегова в роли догоняющего первой части этого Китая. Шхана Витисян сможет мимо первый зону Touch&Go, попадает во второй очень близко. Находится BMW Акима Онегова. Продолжает дурень в автомобиле, есть синхронная перекладка. В четвертую зону Touch&Go отправляются. Это пара пилотов. Есть еще одна синхронная перекладка. Нет, второе расстояние отделяет эти два автомобиля. Пытается приблизить к солнцу. Акем Онегов ему это удается по пути в зону номер 7. Здесь небольшое замедление. И еще раз синхронно переложились два автомобиля. Чуть по более узкой траектории едет Аким. Онегов догоняет постепенно к финишу автомобиль Ишхана Витисяна. Ух, чувствуется, близимся мы уже к финалу. Что же, мы у команды на старт и вторую часть этого хита. Выход в топ-8. Ишхан Витисян и Аким Онегов. И снова две BMW на трассе. Срываются с места два автомобиля. И отправляются в зону Фуридаш. Аким Онегов в роли лидера синхронная постановка. У двух участников чуть с меньшим углом двигается Ашхан Витисян. Корректируясь по пути к третьей зоне Touch&Go. Небольшой рассинхронной перекладки. Не дотягивается Аким Онегов до четвертой зоны Touch&Go. Дотягивается до пятой по узкой траектории. Нагоняет его соперник под 72-м стартовым номером. И уже на пути к седьмой зоне Touch&Go. Двого автомобиля чуть увеличилось расстояние между двумя машинами. Снова рассинхронная перекладка. Честная эволюция преодолеет только две зоны Touch&Go. Что и делает соперники этой битвы. Чуть подотстал. Ашхан Витисян от лидера проезда. Всем снова здрасте. Перед вами я. И я просрал. В общем, проехал я в топ-16 с Акимом Онеговым. И, к сожалению, скилла моего и уровня педалирования не хватило для того, чтобы пройти его. Как я попал в такую лютую сетку, при том, что я нормально прошел к валу, а как оказалось восьмым. Ну, как говорится, короче, удача. Вот, сразу попал на мясника, он нажимает газ и просто поехал, а я начал срезать по траектории кольцевой. Это что значит? Что там, где я его догоняю, он на самом деле уезжает, и вот получается такое неправильное движение. В дрифте надо догонять не по кольцевому, надо заранее на один шаг вперед думать. Это все скилл. Это значит, что нужна зима. Но в целом, ребята, я вам могу сказать так. Я как бы катался тысячу лет назад, я, ну, скажем так, был один из первых, кто вообще занимался дрифтом в России. И впервые я позанимался дрифтом в качестве спорта. Ребят, парни, я понимаю, что это дофига бабла, вот, но это совсем другая история. Я уверен, что я здесь скилла получил за эти выходные больше, чем за все время, пока я там гонял на, ну, грубо говоря, просто в парных раскладах где-то или на каких-то мероприятиях на пятаках. Здесь другой уровень. Спорт есть спорт. Здесь надо быть, как бы, холодным тут, горячим тут, и чтобы педаль не отвалилась, понимаешь? У тебя должна быть команда, у тебя должны быть партнеры. Ты должен быть менеджером, ты должен быть гонщиком, ты должен быть сразу по многим раскладам, по многим раскладам развитым человеком. Это значит, что даже автоспорт, даже дрифт тебя развивает как человека. Так что могу сказать, что здесь есть куда расти, и это нормальное, большое, крутое поле. Здесь куча процанов, хорошая конкуренция. Я хочу поблагодарить моих партнеров, моих друзей, которые помогли мне сюда приехать и почувствовать этот опыт. Это реально очень круто. Это круто прям вот по-настоящему. То есть ты внутри здесь находясь, ощущаешь то, ради чего все эти люди тратят столько сил, денег, эмоций, чтобы этим заниматься. Вот. Я считаю, что каждый, кто сейчас вообще любит дрифт, он может спокойно стремиться, потому что здесь тоже нету, ребят, авторитетов. То есть тут надо как бы приезжать и на понимание, что можно ехать ни в коем случае не пасовать. Тут есть такой момент, что ты приезжаешь, поначалу думаешь, ой, я тут слабенький, тут все как бы на фоксе катаются. Вот я первый раз приехал, что-то смотрю. Вот. Но на самом деле я просто потом понимаю, что тут авторитетов нет. Тут реально может сложиться как угодно. Надо просто свое дело делать и все. Азума вообще молодец. И Денис Анатольевич, красавец, дикарь. Просто уехал кушать, уехал кушать, понимаешь. Как бы ты только, братан, уехал, я сразу проиграл. Ты зачем? Монбран, я когда уехал кушать, я смотрел онлайн-трансляцию, как ты идешь, понимаешь, я орал на весь кабак. Вот в чем смысл, понимаешь. Поэтому Денис Анатольевич, даже уезжая обедать, он переживает за своих, блядь. Блин, черт побери. Денис Анатольевич, красавец, тоже приехал поддержать. Приехал в Санкт-Петербург из Ялты. Я приехал из Ялты, Санкт-Петербург и сразу же в ночь вылетел, соответственно, в Сочи. Для того, чтобы быть здесь в наличии, как бы, и поддерживать командный дух, соответственно. И контролировать ситуацию происходящую, чтобы у нас все получалось. А я считаю, что у нас получилось. Не то, что, конечно, хотелось бы, а нам хотелось бы первое место. Но я считаю, что мы молодцы, и особенно ты тоже молодец. Потому что ты организовал всех этих людей. А эти люди, в свою очередь, они взяли и поддержали тот момент, как бы, когда, как обычно, нужно было вчера, но уже сегодня. Да, всем вообще, все красавчики, всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok